Июнь – горячая пора для студентов. Наряду с образовательными учреждениями экзаменационное время настало и в казённых профессиональных заведениях. Перед сдачей государственного экзамена тюремный отдел Санкт-Петербургской епархии в лице священника Георгия Белова совершил молебен об успешной сдаче экзаменов заключённых 7-й исправительной колонии. После торжественного построения и совершения молебна батюшка благословил будущих выпускников и окропил святой водой учащихся. Когда попадают в эти учреждения люди, некоторые из них начинают приобщаться к вере, начинают вникать в то, что их положение здесь обыстрено. То есть это не свобода и так далее. Начинает человек задумываться над тем, что с ним происходит. Их получают крещение, становятся молитвенниками. У всех разная судьба. Отличник. В учёбе Алексей Римша выбрал профессию стропольщика. Решил пойти по стопам отца. По окончании училища Алексея и некоторых студентов отметили грамотами за успехи в обучении. Те знания, те навыки, которые они нам дают, надеюсь, они нам пригодятся уже в вольной жизни. Профессия. Профессия неплохая стропольщик, простая такая рабочая профессия. Я её выбрал не случайно. У меня не было профессии таковой. У церкви и у тех людей, которые обучают осуждённых профессиям определённым, задачи общие. Только человек, он одновременно учится какой-либо профессии, осваивает ремесло, учится творить, преодолевает, как любой учащийся определённой трудности, и достигает, наконец, какого-то совершенства в своём ремесле. И одновременно он и совершает духовный труд, просит помощи Божией и возвращает себе каким-то образом человеческий образ. Потому что вот этот образ и подобие Божие теряется часто вследствие преступления. В пяти колониях Санкт-Петербурга и области отбывающие наказание люди имеют возможность пройти программу подготовки квалифицированных рабочих. Здесь идёт обучение по нескольким направлениям в прекрасно оборудованных кабинетах, предназначенных как для теоретических знаний, так и для практики. После годового курса обучения выпускники получают дипломы сварщиков, сантехников, электриков и других специальностей. Подождите за углом. Идёт, 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 идёт. На данном тренажёре учащиеся как бы привыкают и обретают навык. После чего мы можем переходить на уже непосредственно на производстве и уже начинать сварку. Сегодня всё торжественно и волнительно, как и полагается при сдаче государственного экзамена. На столах комиссии цветы у выпускников студенческие переживания. Экзамены принимаются в кабинетах по специальностям. Помещение верстальщиков оборудовано компьютерами. В швейной мастерской выставка лучших работ учеников. В кабинете сварщиков опасно появляться беззащитные маски. Один из учащихся, частяков Виталий, свою новую профессию смог применить уже во время учёбы на верстальщика, создав своей жене открытку к празднику. Логотип училища, моя фамилия, тираж один экземпляр. А с другой стороны поставил стих Брилова и от себя написал. Самое главное, что те ребята, которые выходят, всё-таки город-то небольшой, маленький, мы их встречаем. И когда подходят, Санислав Николаевич, помните, вот я вот у вас учился, я вот там тот, а ты кто-то. Вот у меня ребёнок родился, вот я там работаю по специальности. И вот это радует, и то, что всё-таки не зря мы как бы занимаемся этим делом. Абуховское училище номер 4 имеет более чем 50-летнюю историю. Сегодня духовная жизнь заключённых проходит при непосредственном пастырском окормлении священников Санкт-Петербургской епархии. Чуть больше года назад началось сотрудничество с Духовной Академией Петербурга, цель которого – коррекция личности осуждённых и их приобщение к традиционным духовным ценностям в процессе получения профессионального образования. Продолжение следует...